Традиционно с началом нового учебного года в детских садах и школах особо остро встает вопрос сбора денег. В управлении образования позиция на этот счет однозначная и жесткая. Деньги на классные или школьные нужды родители сдавать не обязаны. Более того, любые сборы в организациях образования запрещены приказом управления. 489 школ было на конец учебного года. Сейчас есть процедуры, там проходит несколько школ, процесс закрытия. Из них 88 школ – это городские школы, которые находятся на подушевом финансировании. Финансирование идет в зависимости от количества детей. Сегодня эти школы могут себе позволить купить интерактивные доски, современные учебные кабинеты. То есть средствами на приобретение мела, тряпок, как сейчас прозвучало, всем этими обеспечены. А потому все сборы в стенах организации образования можно считать незаконными. В управлении образования отметили, что сборов на ремонт, подарки педагогам, организацию и проведение каких-либо мероприятий они не проводят. Но не отрицают фактов излишней активности родительской общественности. Если родительский комитет инициирует какой-то дополнительный сбор средств, я не знаю, что это может быть, но может быть для приобретения воды. Обычно воду покупают, ставят кулеры в начальных классах. Но это только по инициативе самих родителей. При поддержке родителей может такие вещи инициировать родительский комитет. Но в любом случае, даже при покупке кулера или воды, участие в сдаче средств – дело добровольное. Отношение к этому педагоги или администрация школы иметь не должны, уверяют в управлении образования. И убедительно просят родительские комитеты не инициировать сборы зря и не принуждать к сдаче тех, кто не желает в них участвовать. Если есть такие факты, родители призывают не молчать. Поверьте мне, каких-либо гонений, если можно так назвать, за то, что пожаловался со стороны администрации школ, тем более со стороны отделов, либо управления образования, такого, конечно, не бывает. Но на самом деле, куда можно обратиться, способов очень много. Прежде всего, это отдел образования, который находится в каждом районе и городе. Во всех 20 регионах есть у нас 20 отделов образования. Если получить ответ на свой вопрос там не удалось, можно связаться с управлением образования. Если удобно, то написать в соцсетях, либо позвонить по телефонам доверия. Номера есть на ваших экранах. Линии круглосуточные. Ваше обращение зафиксирует оператор, его рассмотрят и примут все необходимые меры.